Привет друзья! Сегодня я к вам с коротким видео по вашим просьбам. Вы часто просите поближе и в замедленной съемке маникюр показать, чтобы рассмотреть все углы наклона фрезы, разворот и какая часть фрезы работает на каждом этапе. Я приобрела макрокамеру и теперь могу без потери качества снять для вас такое видео. Я ее только осваиваю, поэтому не судите сильно строго. Эта камера на прищепке и подходит она для любых смартфонов. Две линзы, большой можно снять руку полностью, а маленькой вот прям близко-близко. И самое чудесное, что мне очень не хватало в других макрокамерах, это то, что она размывает задний план. И это очень круто. Для мастера маникюра это прям находка. Я оставлю для вас ссылку на нее в описании. Я на сухую аккуратно отодвигаю кутикулу, не пугайтесь, она у меня высушена антисептиками. И конечно масла и крема очень слабо помогают. Сняла материал до базы и пилочкой выравниваю торец, слегка убирая длину, так как не хочу сильно укорачивать ногти. Снизу выравниваю линию свободного края, так чтобы она стала параллельно боковой оси пальца. И здесь с осторожностью. Вы видите, что я двигаю пилкой туда-сюда, но на самом деле я прикасаюсь к ногтю только когда пилка движется вниз к торцу. Когда пилка движется к зоне кутикулы, ну то есть в обратную сторону, я к ногтю почти не прикасаюсь, чтобы не подсечь точку в роста. Выравниваю поверхность, остатки базы полностью не снимаю, если она хорошо сидит без отслоек. Двигаю пилкой тоже в одном направлении. И вот моя любимая фреза, пуля с синему абразивом, диаметр основания 50. Эта китайская фреза, конечно, хотелось качество получше. Мне очень нравятся фрезы производства КМИС Казань из этой ценовой категории. Но у них нет такой фрезы, к сожалению. Присмотритесь, как разворачивается фреза, чтобы не прикасаться к ногтю там, где этого не нужно. В боковой пазухе я двигаюсь по коже, и очень важно не только не сделать пропилов в области кутикулы, но и не истончить боковые стороны ногтя. Ведь это нам грозит боковым анихолизисом, поперечными трещинами и боковыми отслойками. Объем фрезы позволяет сразу зашлифовать валик. Носик фрезы достаточно объемный, пузатенький такой и не острый. Разрезать, то есть расслоить натуральный ноготь или кожу внутри поверхности валика таким носиком очень сложно. И, конечно, все внимание на угол наклона фрезы. Нижняя рабочая поверхность фрезы, там где она может прикоснуться к ногтю, должна быть максимально параллельна этой зоне ногтя. То есть я носиком не упираюсь ни в ноготь, ни в кожу валика внутри пазухи. Также изгиб поверхности фрезы не прикасается к ногтю. Из-за ее размера этот изгиб находится ближе к основанию фрезы и к зоне, которую нужно проработать, совсем не дотягивается. То есть в этом случае, своими словами, можно сказать, что фреза без пузика. Вот здесь хорошо видно, насколько рабочая поверхность фрезы параллельна ногтю и насколько она к нему прикасается. И в то же самое время из-за объемного толстого носика одновременно выглаживается кожа внутри пазухи. А теперь обратное движение фрезой по всей кутикуле, как при работе в боковой пазухе. Это действие одновременно и выглаживает, и отворачивает нароговевшую кожу. К ногтю, как и при работе в боковой пазухе, я не прикасаюсь, только к коже. Срезаю шаром. Здесь у меня сфера или шар диаметр 35 синим абразивом. Не могу сказать, что мне удобно с ней работать, мне удобнее диаметр побольше 40-50. Но здесь вы тоже знаете, что углы наклона тоже важны. Чтобы отвернуть и подсечь кутикулу, нужен более острый угол. Чтобы срезать, необходимо развернуть фрезу более перпендикулярно к валику. Апельсиновой палочкой и влажной салфеткой без антисептика очищаю пазухи от пыли. И теперь самое мое любимое – это полировка. Я что-то совсем забросила силиконовые полировщики. Полирую алмазными фрезами с красным абразивом, без нажатия. Просто легко вожу фрезой по коже в тех местах, где есть шероховатости. И вот смотрите, как блестит. Кожа долго останется мягкой. А в конце процедуры я ее еще и увлажню воском. Я вам показывала восковой карандашик, который я использую. Если пропустили это видео, я оставлю ссылочку в описании. На этом сегодня все. Всем пока и до встречи. Новеньких приветствую. Добро пожаловать. Очень рада вам.